Приветствую вас на канале Электрик от Бога. В руках я держу миниатюрный пироэлектрический датчик движения, который можно использовать для своих самоделок или же в быту. Он улавливает движение теплокровных объектов и не реагирует на излучение пультов дистанционного управления телевизорами или магнитофонами. Внутри под вот этим колпачком, который на самом деле не просто пластиковая крышечка, а линза Френеля, находится сам по себе пироэлектрический датчик. Подключить его очень даже просто, и я покажу схему, с помощью которой этим датчиком можно воспользоваться для своих самодельных устройств, если вы хотите их сделать. Чтобы подключить такой датчик, надо знать, где у него расположены выводы питания, выводы нулевого потенциала и где находится тот самый сигнальный вывод. Сразу скажу, что сигнальный вывод находится посередине. Его можно найти, рассмотрев структуру выводов вот этого транзистора, и он подведен именно к коллектору данного транзистора и служит для того, чтобы здесь мы могли подключать свою нагрузку. Конечно, нагрузкой может быть светодиод или какая-нибудь пищалка, но лучше использовать электронный ключ типа транзистора и подключить его к примеру следующим образом. Средний вывод пироэлектрического датчика – это как раз и есть тот выход, на котором появляется низкий потенциал или же земля или же ноль в тот момент, когда датчик срабатывает. Питание подается вот на этот верхний вывод. Для этих датчиков это питание может быть 3 или 5 вольт. На выходе можно подсоединить базу более мощного транзистора, к которому уже можно подключить какую-нибудь нагрузку в виде лампочки или же звукоизлучателя. Такой пироэлектрический датчик срабатывает на любое движение без задержки, и как только движение или обнаружение объекта прекращается, на сигнальном выходе сигнал сразу пропадает. Для того, чтобы этого избежать, конечно же, используют чуть более сложные схемы. Но лучше всего не мудрить, а использовать вот такие готовые модули, у которых уже предусмотрено и электронное реле, семистор, и блок питания для самого датчика на конденсаторе и резисторе, и очень удобное расположение выводов, к которым подключается нагрузка. Питание идет на вот эти два вывода, переменная 220 вольт, а отсюда снимается полезный сигнал через предохранитель. Пирдатчик в данном случае, конечно, запрограммирован на некоторую выдержку, и может быть использован в качестве включателя автономного освещения, который реагирует на движение или приближение к двери. Если функционал такого устройства миниатюрного годится только для сигнализации, то можно приобрести модуль, который уже более продвинутый и имеет вот такие резисторы настройки, с помощью которых можно настраивать его чувствительность, а также выдержку, в течение которого он удерживает на выходе информационном нужный сигнал для того, чтобы, скажем, горело освещение, пока вы проходите темный коридор. Тут находится точно такой же модуль, миниатюрный модуль в металлическом корпусе, который состоит, конечно, из пироэлектрического датчика и небольшого транзисторного усилителя. Рад приветствовать всех вас на канале Демоника, и сегодня я вас познакомлю и расскажу вам о работе с пироэлектрическими датчиками, которые реагируют на движение теплокровных объектов и могут быть использованы в модулях автоматического включения света, сигнализации или еще чего-нибудь, что обнаруживает, скажем, ваше движение, движение ваших гостей, движение ваших домашних животных или непрошенных зверей. В центре, вот этот небольшой экран, это и есть тот самый пироэлектрический датчик, который при обнаружении движения выдает сигнал для того, чтобы срабатывала остальная схема. Раньше такую схему нужно было исполнять на отдельных микросхемах с огромным количеством резисторов, с огромным количеством конденсаторов, но, конечно, без транзисторов здесь не обойдется. Есть и диоды, есть и фотодиоды, но это более продвинутый датчик. И есть у него два переменных резистора для того, чтобы можно было настраивать чувствительность и выдержку, в течение которой этот пироэлектрический датчик подает сигнал на включение, скажем, прожектора или освещения. Довольно сложная и громоздкая система, самостоятельно изготавливать которую затруднительно и ни к чему. Почему? Да потому, что вот такие небольшие датчики можно приобрести так же дешево, как и отдельный модуль, и они уже готовы к использованию. Обвес у него минимальный. Все интегральные схемы, которые были вот в таких датчиках и даже вот в таких датчиках, запиханы прямо в корпус вот такого пьезоэлектрического датчика интегрального. Выводов всего три. Впрочем, как и вот у этого датчика. Сейчас давайте разберемся, как их подключать. Что вот этот миниатюрный, что вот этот вот большой датчик, имеют три вывода, так удобно. На самом деле, все схемы могут заканчиваться именно всего лишь тремя выводами. Это подача питания, общий и сигнальный. Найти здесь подачу питания легко по обозначениям, либо по вот такому диоду, который защищает от переполюсовки. Если перевернуть датчик, мы тут видим, GND это грунт, или же тот самый провод нулевого потенциала, к которому цепляется все. И внешние устройства, и питание, ну и конечно же сам датчик. В противоположность ему, что здесь, что здесь, подается, да, питание. То самое питание, плюс 3 или плюс 5 вольт, в зависимости от модели датчика, который вы приобрели или который у вас оказался в руках. Остался средний вывод. Логично предположить, что средний вывод, что здесь, что здесь, это тот самый информационный вывод, который подает нам сигнал в тот момент, когда случилось то самое событие, которое зарегистрировал этот датчик. Обратите внимание на вот этот вот матовый колпачок, который не просто предохраняет линзу, которая здесь есть в датчике, а сам по себе является линзой. Смотрите, какая у него интересная структура. Закроем этот колпачок, с ним дальность действия этого датчика гораздо больше, чем без него. И для любого из таких датчиков, для голых датчиков, вот этой железяки с этим небольшим стеклышком, нужен вот такой вот колпак, который из себя представляет самую настоящую линзу. Но не просто линзу, а линзу френеля со множеством ячеек. И если приглядеться к ячейкам, они состоят из множества период. Это такие бороздки, благодаря которым лучи инфракрасного излучения преломляются, фокусируются и попадают на вот этот экранчик. Именно движение этих лучей и регистрирует такой фотодатчик, как событие, при котором он должен сработать. В этом более сложном датчике, с более сложной платой, конечно, есть микросхема управления, и этот датчик можно настраивать. Благодаря вот этим резисторам, точно так же, как и в более старой модели, давайте еще раз ее покажу, да, вот более старая модель, можно организовывать большую чувствительность и большую выдержку. Эта выдержка определяет то, в течение которого времени будет здесь присутствовать сигнал после отсутствия уже входного сигнала, то есть при сработке. Допустим, мы махнули рукой один раз, и у нас свет не просто загорелся и погас, как это было бы с вот этим вот небольшим датчиком, а свет загорится, и только через некоторое время, которое задается вот этим резистором, он погаснет. Это и есть выдержка сработки. Схемой подключения, что вот такого датчика, что такого, может являться вот такая схема. В ней я условно изобразил пир-датчик, его, конечно, можно было бы подписать. На один из его выводов подается питание, на другой 0, либо земля, а информационный вывод подключается. К реле, конечно, его не подключишь, можно подключить к светодиоду или же к транзистору, который усилит сигнал и уже будет управлять какой-нибудь нагрузкой. Для такого датчика здесь на информационном выводе появляется 0. В общем, проще говоря, вот здесь есть транзистор. После сработки сигнала этот транзистор открывается, и открывается он на землю. Его коллектор как раз и служит выходом вот этого датчика. И тогда, как вы понимаете, если здесь появилась земля, вот этот транзистор откроется. Это может быть не обязательно транзистор. Лучше использовать универсальные готовые модули по цене, которые не особо отличаются от самого датчика. К примеру, вот такой вот модуль, уже снабженный и блоком питания, и электронным реле-семистером, уже готов для использования в качестве сигнализации, либо в качестве включателя-выключателя света, автоматического освещения или еще чего-нибудь, что вам надо. Он подключается в розетку 220 вольт, ему не нужны трансформаторы, ему не нужны дополнительные усилители. Это уже готовый к использованию модуль, весьма компактный и недорогой. Но для самоделок, конечно, подойдет и вот такая миниатюрная штучка, с помощью которой можно тренироваться в том, как вы можете вытачивать из деревяшки или из пластмасски или на 3D принтере печатать линзы Фринеля. Ну, а также, как вы умеете не перепутывать выводы, где плюс, где минус и где информационный вход. Ну, а на этом все. Пока, думаю, с этими датчиками мы разобрались. Вы можете использовать их по своему желанию и усмотрению, но все будет зависеть только от того, что у вас оказалось в руках или что вы приобрели. Понятно, что можно приобретать по отдельности вот такие железяки, подключать их в свою схему, разрабатывать свою плату, травить хлорным железом дорожки, напаивать микро... Всякие там детали, микрочипы и прочую лабудень. А можно, а можно немножечко почесать в голове и приобрести уже готовый модуль, который давным-давно используется в автоматических прожекторах, воротах, ну и прочих элементах безопасности или умных домов. На этом все. Пока. Демоника все делает просто и очень просто. Объясняет.